Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим про Poco X3 Pro, смартфон, который многие люди ждут и специально не покупали себе Redmi Note 10 Pro, обзор которого есть на нашем канале, я знаю, сегодня у нас на канале должны были быть новости. Мы их перенесем всего лишь на один день, так что вам будет что посмотреть завтра. Сегодня говорим про новинку, которую я купил прямо вот недавно в официальном Mi Story и обошелся он мне по флеш-распродаже 6500 гривен, это если перевести в российские рубли, почти 18 тысяч российских рублей, что я считаю довольно-таки неплохо для новинки с официальной глобальной гарантией, если какие-то проблемы, пришел, поменял, все отлично. Для кого этот смартфон? Потому что очень многие люди спорят, а стоит ли обновляться на это устройство, к тому же недавно вышло Redmi Note 10 Pro и все сказали, типа, давайте-ка мы подождем, пока не выйдет Poco X3 Pro. Я его купил себе по одной простой причине, потому что это смартфон на новом процессоре Snapdragon 860, для меня это было максимально интересно, все остальные аспекты смартфона в принципе и так понятны, он-то не сильно отличается от своего главного собрата Poco X3 обычного, который сейчас у огромного количества людей на руках, однако в момент какого-то такого поверхностного сравнения я заметил некоторую разницу в этих устройствах и многих еще интересует вопрос, а что произошло с камерой в Poco X3 Pro, почему ее технически ограничили, почему компания Xiaomi решила сэкономить в этот раз на этом. Есть небольшая разница в камере и она небольшая, но она есть и вы удивитесь, в какую сторону есть разница, поэтому давайте сегодня это все дело обсудим. И кстати, мы с вами разыгрывали недавно Redmi Note 10 Pro по нашей уникальной абсолютно механике, телеграм-канал, там мы запускаем бота, люди нажимают клавишу участвовать и бот сам автоматически выбирает победителя. Многим понравилась такая механика, поэтому предлагаю повторить в этот раз так же. Переходите в наш уютный телеграм-канал с новостями и обсуждениями технологий, нажимаете клавишу участвовать и все, через две недели бот опять-таки определит победителя автоматически. Мы свяжемся с человеком и отправим этот смартфон, вам он будет уж точно нужнее. Погнали! Итак, я думаю, все уже нажали подписку на канал, поставили лайк и нажали участвовать в конкурсе. Кому это интересно, тех, кому не интересует тема Xiaomi, потерпите, потому что у меня есть предположение, что вот сейчас Xiaomi в первом полугодии отстрелялась, потом будет такая передышка, затишье и мы будем рассматривать совершенно другие гаджеты, уже готовятся обалденные видосы по сумасшедшим новинкам. Poco X3 Pro. Во-первых, по дизайну это вообще ничем не отличающийся смартфон от Poco X3, вы их можете спокойно спутать. Вот вообще полностью идентичные смартфоны. И первое, на что бросается взгляд, это на экран устройства. Многие были недовольны тем, что в Poco X3 Pro оставили LCD-экран, то есть IPS-панель. Многие ждали почему-то AMOLED, который, кстати, появился в Redmi Note 10 Pro. Но, спешу вас, скажем так, даже обрадовать, здесь очень неплохой LCD-экран. И он отличается по качеству изображения от обычного Poco X3. Он более теплый, он более контрастный. И это замечаешь сразу, зайдя в Instagram, либо же просто открыв вкладку в браузере Chrome. То есть экранчик стал лучше. И давайте сразу перейдем к камере, потому что я успел пощелкать фотографии, снять видосов. Вас, наверное, интересует, как так получилось. Даунгрейда 48 Мп, почему такая экономия. Но на практике получается обалденная штука. Эта экономия на камере компенсируется новым процессором. И, скажем так, процессинг самой фотографии после снимка обрабатывается иначе. Фотки получаются другие. Если обратить внимание в сравнении с обычным Poco X3, у Прошки лучше работает автофокус. И на большинстве снимков получается более детализированная картинка. Удивительно? Удивительно. Но есть странная и непонятная штука, связанная с ночным режимом. Потому что на обычном X3 сейчас ночной режим снимает немножечко стабильнее и лучше. Если говорить про съемку видео, то у Poco X3 Pro лучше стабилизация. Это тоже вы можете посмотреть в сравнении. Селфи-камера и обработка фотографий у Pro тоже лучше. Сейчас вы видите фотографии, можете сами это все дело оценить. Поэтому переживать по поводу, что у Poco X3 камера технически хуже не стоит. Благодаря процессору новому она действительно лучше отрабатывает. И тоже нужно понимать, X3-то уже на рынке сколько времени существует. Различные обновления прошивки выходили. Когда я распечатывал этот смартфон, сразу же прилетело обновление софта. Я его сразу же накатил и естественно в ближайшее время мы с вами будем ждать еще дополнительные версии нового софта. И теперь самый важный момент. Новый процессор 860 Snapdragon. Если верить различным источникам, это, скажем так, усовершенствованный и обновленный флагманский Snapdragon 855+. Который, кстати, мы недавно с вами рассматривали на примере старого флагмана двухлетней давности OnePlus 7T. Мощное решение. И вот здесь важный момент. Если вы сейчас выбираете себе устройство, наверняка вы думаете, ну я куплю смартфон подешевле на 732 Snapdragon. Он в принципе тоже ничего. И это действительно так. В работе, по крайней мере, самой системы разницы практически вообще незаметны. Даже приложение камера, либо браузер, либо Instagram запускается приблизительно с одной и той же скоростью. Но вы должны понимать, что запас прочности нового процессора 860 будет подольше. А ведь когда вы покупаете себе смартфон, вы покупаете его себе явно не на один год. А с запасом хотя бы на два, а то и некоторые на три года. И в этом случае, конечно же, трубка на свежем процессоре более актуальна. И я хочу вас еще попросить о следующем. У нас в Telegram канале есть огромное количество подписчиков, которые покупают себе те или иные устройства. И потом в комментариях делятся опытом эксплуатации. Наушники, смарт-часы, смартфоны. Давайте сделаем так. Тот человек, который выиграет этот смартфон, пусть он им попользуется. И со временем у нас в Telegram канале напишет свой опыт эксплуатации. Плюсы, минусы устройства. Потому что разные мнения важны. И пользовательский опыт тоже важен. А нам будет всем интересно почитать опыт реального человека, пользователя, который проходит с ним, грубо говоря, неделю, две, либо же месяц. Время автономной работы, я думаю, здесь вообще нет смысла останавливаться на этом моменте. Потому что у них идентичные аккумуляторы. И даже разница в этих процессорах, она повлияет не сильно на время автономной работы. Это будет вообще минимальная погрешность. Поэтому у каждого свои сценарии использования, свои приложения какие-то больше всего кушают энергии. Я думаю, что это долгожитель, как всегда. Потому что Poco X3 живет очень и очень недурно. Поэтому я даже не буду делать никаких предпосылок. Когда я обычно показываю время автономной работы свое, оно вообще никак не коррелируется с массовым потребителем и пользователем. Потому что тоже Telegram канал наш. У меня он там отнимает невероятное количество миллиампер-часов у аккумулятора. Там просто тысячи комментариев каждую секунду. Огромное количество других каналов, на которые я подписан. И я думаю, ваши показатели будут тоже очень сильно отличаться. Вообще, это, конечно, очень странно наблюдать, как компания Xiaomi выпускает сейчас смартфоны. Казалось бы, ну типа круто, Poco, X3 Pro, новый процессор. Особенно на фоне дефицита вообще комплектующих по всему миру. Они позволяют нам купить смартфон, доступный смартфон на новом чипе. Это хорошо. С другой стороны, нужно ли было выпускать такое, ну скажем так, минорное обновление. Потому что обновление реально минорное. Не поменяли фактически ничего. Дизайн не изменили. Экран, диагональ, разрешение тоже. Да, немножко по-другому откалибровали этот экран. Да, немножко получше отрабатывают камеры. Но так ли это критично для потенциального пользователя? Вы всегда сможете там накатить себе какой-нибудь Gcam и добиться тоже хорошего результата на старом устройстве. И здесь самый важный ответ на вопрос, кому стоит купить этот смартфон, это любителям мобильных игр. Почему? Да потому что 860 Snapdragon в этом вопросе действительно себя хорошо показывает. Если вы играете в PUBG, там Pascal Wagers, либо же Call of Duty Mobile, он будет, конечно же, идти немножечко лучше, чем на 732 Snapdragon и значительно лучше, чем на 720 Snapdragon, который сейчас у многих имеется в наличии. И самое главное, в чем я убедился лично на своем примере, когда выходил Redmi Note 10 Pro и я его купил. Я посомневался, думаю, ну блин, скоро выйдет X3 Pro и заявленные технические характеристики и железо вроде бы гораздо поинтереснее, но вот даже сейчас лично я выбрал бы себе Redmi Note 10 Pro. Здесь вопрос позиционирования. У меня выстроилась картинка следующим образом. А Redmi сейчас делаются для обычных пользователей, не для гиков, которые не собираются сильно затрачивать мобильный гейминг, прям нагружать смартфон, нагревать его и так далее и тому подобное. Пока это гиковский смартфон. И понятное дело, что если вы будете выбирать, вы будете отталкиваться от таких целей. У нас, кстати, среди аудитории есть огромное количество людей, которые тоже склоняются к такому же мнению. Redmi Note 10 Pro им нравится больше, потому что он более аккуратный, он более тонкий и там все-таки лучше экран. И ситуация дошла до такого, что я даже не знаю, стоит ли делать полноценный опыт эксплуатации X3 Pro, потому что конкретно чего-то нового я здесь не вижу. Если вы считаете, что это стоит сделать, я это сделаю. Вы напишите просто в комментариях. Как мне кажется, гораздо интереснее будет посмотреть на Poco F3, который еще у нас в продаже не поступил. Скоро появится, скоро также появится еще Mi 11 Lite. Лично у меня, то есть я знаю, что он уже едет ко мне, поэтому его мы тоже будем рассматривать. В принципе, все, что я хотел сказать в сегодняшнем предварительном тесте этого устройства. Поделился своими впечатлениями. Напишите, что вы думаете по всему этому поводу, пишите конструктивные отзывы и самое главное, не забывайте, что сейчас смартфоны как-то невероятно быстро дорожают. На примере того же Redmi Note 10 Pro я его покупал ровно же за те же деньги, что X3 Pro на распродаже. Спустя две недели в половине магазинов вообще полный салдаут, их просто нет в наличии. На Алиэкспрессе закончились акции и скидки, он подорожал в полтора раза. И даже когда нам нужно было отправить смартфон победителю, мы рассчитывали на вариант, что просто купим ему в его городе. Мы не смогли этого сделать, потому что этих смартфонов нет. Их раскупают как горячие пирожки. Сегодня в комментариях в Телеграме, когда я запостил фотку с X3 Pro, написало огромное количество людей, которые так же, как и я, хотели купить этот смартфон, но не смогли. Нет в наличии, раскупили. И тут становится понятно, что, во-первых, и спрос большой, но и, видимо, завозят очень маленькими партиями, ограниченными партиями. Поэтому участвуйте в конкурсе. Как минимум, это еще один шанс заполучить себе какую-то дополнительную трубку. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok